К другим темам. В России заметно вырос спрос на чипирование домашних животных. Об этом сообщает РБК со ссылки на данные ряда столичных ветеринарных клиник. С чем это может быть связано и как обстоят дела в Твери, выяснила наша съемочная группа. Россияне, владеющие домашними животными, вдруг резко захотели чипировать своих питомцев. По данным Росбизнес-консалтинга, начиная со второй половины сентября и по сей момент, количество заявок в ряде столичных клиник выросло в разы. Твери, судя по всему, не исключение. Вот какую статистику приводит директор комплекса БАРС Ирина Редина. Отмечает, что обычные жители города практически игнорируют данную процедуру. Услуга чипирования пользуется не очень много людей. Где-то было в июне-июле всего лишь две услуги было выполнено. В августе вообще ни одной. В сентябре, я посмотрела по статистике, уже семь выполнено. И за неполное октябрь пять. Среди объяснений роста в пять-семь раз любви тверичан к чипированию, наиболее интересно увидится частичная мобилизация. Все соцсети заполнены видео, иллюстрирующим бегство мужчин призывного возраста в ближнее зарубежье, а то и дальше. У кого-то из них есть домашние питомцы, а во многих странах мира наличие чипа электронного паспорта строго обязательно. Между тем, есть в Твери и обратные примеры, когда призывник не только не стал уклонистом, а наоборот взял с собой на службу и своего четвероногого друга. Как это сделал Валерий, пошедший в пограничники вместе со своей овчаркой. Нас обучали где-то полгода. Мы были разыскники. Мы с ней только вдвоем жили, и она меня понимала, как бы сказать, ну, с полуслова. Мне легче было. Легче то, что со мной мой был друг. Однако теперь времена другие, и некоторые граждане спешат бежать за границу вместе со своими питомцами. Правда, есть здесь и позитивный момент. Теперь в России намного больше домашних животных получат столь необходимую вещь, как чип, который для них и паспорт, и анкета, и медицинская книжка. Что особенно немаловажно, например, если возникла необходимость в экстренном лечении четвероногого друга.